Идет голосование по поправкам в Конституцию, уже с 25-го началось, да, но основной день 1-го июля будет, и в ней много поправок, работа провелась очень большая. Вот по вашему мнению, можно ли какие-то выделить поправки, которые, ну так скажем, наиболее важны для обычного гражданина? Когда речь идет о поправках в Конституцию, во-первых, следует подчеркнуть, что мы обсуждать их начали полтора года назад. Со своей стороны высказывался об этом и говорил о том, что необходимо вносить изменения в Конституцию, потому что действующая Конституция, сыграв огромную роль при принятии ее в 1993 году, требует сегодня дополнений, уточнений, новых положений. Правильно было бы, особенно те нормы, которые носят декларативный характер, наполнить конкретным содержанием. Правильно стандарты определить более четко, защитить наших граждан более эффективно через формализацию прав в Конституции и защитить нашу страну. Одно из основополагающих, наверное, предложений, которые сегодня подвергают критике зарубежные страны о положении, которое вынесено на голосование в верховенстве нашей Конституции над международными соглашениями и договоренностями. Это очень важно. Сегодня мы по ряду решений являемся заложниками того, что наша Конституция не имеет такого приоритета. И решения, принятые в рамках межгосударственных соглашений и многое другое еще в 1990-е годы, безусловно, ослабляют нашу страну, более того, позволяют вмешиваться в суверенные дела нашего государства. И, конечно, норма, в соответствии с которой последнее слово будет за нашей Конституцией, очень важна, потому что это защищает наших граждан, наш суверенитет. Потом посмотрите, когда речь идет о вопросах социальных, сейчас предложено для голосования положение индексации пенсии ежегодной, обязательно, чтобы зарплатная плата была выше минимального уровня прожиточного минимума. Среди поправок вопросы, связанные с защитой исторической памяти, для нас это очень важно. Мы с вами в этом году отмечаем 75 лет победы. Посмотрите, насколько оценки роли нашей страны, Советского Союза, претерпели изменения. Да, это никто не будет переписывать историю. Просто переписывают историю, умоляют роль Советского Союза, наших солдат и офицеров, роль нашей страны, наших граждан. Это недопустимо. Нам надо защитить тех, кто защитить себя не может. Нам надо сделать все для того, чтобы защитить память, защитить историю. Предложенные изменения касаются вопросов повышения качества власти. Президент часть своих полномочий отдает гражданам. Речь идет о формировании правительства. Наши граждане, избирая депутатов, смогут влиять на формирование правительства. Депутаты будут утверждать министров, заместителей председателя правительства, премьера. Это позволит, в том числе, с одной стороны, в той же Государственной Думе, принимать решения по утверждению. Но и с другой стороны, это повысит ответственность депутатов. Уже депутат не спрячется за правительство, не скажет. А мы тут ни при чем, это вот они не зарабатывают. Слушай, ты кого назначил, то ты. Так работает. Говоря об ответственности чиновников, министров, депутатов, норма выносится на голосование, запрещающая иметь иностранное гражданство, вид на жительство. Это тоже очень важно. Не может быть две Родины. Каждая норма обсуждала всесторонне, изучалась и выносится на голосование для того, чтобы люди высказались. Сделано все для удобства жителей Саратовской области. Хочешь, проголосуй на дому, хочешь, выйди во двор собственного дома, хочешь, сходи на участок, санитайзеры, перчатки, ручки. Хочу обратиться к жителям Саратова, Саратской области. Я вас убедительно прошу. Для нас очень важно, чтобы поправки Конституции были поддержаны. Для нас важно, чтобы принятые стандарты задали уже будущее развития нашей страны по пути повышения благосостояния наших граждан, усиления нашего государства на международной арене. И это мы с вами можем обеспечить, поддержав предложения, которые сейчас выносятся на голосование. Поэтому сейчас очень многое зависит от каждого из нас. Продолжение следует...